Всем привет, дорогие друзья! На проводе, как всегда, я к вам с приветами с большими из Италии. Давно я к вам уже не выходила в эфир с распаковкой и обозрением каких-то посылок. Дорогие друзья, я исправляюсь. Культурная программа вам уже поднадоела, смотрю. И путешествовать и открывать какие-то новые места, вижу по просмотрам, немножко подхрамывает эта история. У меня лицо красное, потому что у меня сегодня укусили осы за руку. И вот сюда вот, как прям ожог был у меня, да? Ой, поэтому, пардон, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, осы укусили меня, я приложила лёд. Вот, потом у меня была горечь шведская. Наватку я нанесла, вот здесь вот это было, и на руку тоже. А потом, после того, как убрала, ещё и бальзам, звёздочку китайскую намазала. Поэтому у меня сегодня лицо очень даже такое красное. Ну, ещё, ладно, после душа оно, естественно, будет красным тоже. Так, дорогие друзья, ладно, тема не об этом. Отошла от темы. Хотела вам сказать, что у меня поднакопились посылки. Сегодня только пришло две. Потом у меня ещё до отъезда на каникулы в горы бы поднакопились тоже две посылочки. Поэтому я сегодня вам показываю, дорогие друзья. Значит, да, опять отойду от темы. Дорогие друзья, хотела вам сказать, что меня не только осы покусали, но и очень у меня выпадение волос происходит. И я настолько уже не знаю, как бороться. Если бы мне кто-нибудь что-нибудь подсказал, какое, не знаю, или средство какое-то, может быть, кто живёт здесь в Италии. Я уже просто устала тратить деньги. Пила и таблетки эти для волос какие-то там уже хорошие, прекрасные. И препарат железа принимала. Ну, думаю, что у меня, наверное, от щитовидной железы, а да и по функции, идут какие-то всё-таки изменения. И волосы я теряю просто. Ну, просто когда сыпятся волосы, они везде. И вы знаете, что это просто катастрофа. Я очень переживаю, конечно. Но и вот сегодня я покажу вам, что мне пришло в посылке, какое средство от выпадения волос мне пришло. И я буду его сегодня и начинать пользоваться. Итак, дорогие друзья, с чего начнём? С косметики, да? Так, ну хорошо, добре. Добре, начнём с косметики. Так, вот что мне пришло в посылке. Вот так посылку. Вы знаете, что я интернетный шипоголик, поэтому показываю, что мне пришло в посылочке. Итак, такой набор от марки Collistar. Это марка итальянская. Здесь написано, видите, Made in Italy. Сюда в этот набор входит вот такая косметичка, такая полосатая, полосатый рейс такой, да? Тушь и, как это, аквам... Ак... Ну, в какой-то смысле струкатуры. То есть молочко это не молочко, а оно такая водичка какая-то, которая удаляет косметику. И с глаз тоже. Ну, вы же знаете, что все эти модные эти штуки, они из глаз, естественно, удаляют. Вот тушь и вот такой вот для удаления косметики. Лосьон, наверное, как его называется? Лосьон? Хорошо. Так, я уже, конечно, открыла и подоградела, что они там мне прислали. Так, дорогие друзья, и плюс в этой косметичке еще помада мне там лежит, потому что это все пришло в одной посылке. Вот такая косметичка, такая рябенькая, рябенькая такая, да? На море ехать как раз будет такой вот полосатый рейс. Вот такая тушь, вот такая колистар, видите? Ну, я же не бьюти-блогер, я вам показываю так уже нормально, обычно, как блогер обычный. Так, и вот такая водичка. Вот такая вот водичка. Коля Старр, вот такая вот, да? Вот такая вот. Так. Все, больше тут ничего нет. Тушь. Ну, давайте, вот, я ее открою. Покажу вам. Ну, она хорошая, эта тушь. Вы знаете, что? Я ее покупала. Не особая косметика и пользуюсь. Я за это натуральную красоту предпочитаю. Мой муж. И это вот такая кисточка, хорошая кисточка такая. Я ее, я же когда выбираю, смотрю по фотографиям там, выбираю такое все, то, что мне нравится, рассматриваю, а потом по интернету заказываю. Вот такая помада. Называется Роза Интенсу. Коля Старр. Вот этого марка. Видите, как он? Такая вот. А что-то она фокусируется, да? Фокусируется, не фокусируется. Сейчас мы ее откроем. Ну, вы знаете, что? Каждый... Я сейчас на телефон пробую снимать. Каждый, значит, аппарат снимают по-разному. Видите, телефон показывает совершенно белое-красное лицо. Никакое вообще... Вот оригинал показывает. Просто оригинал. Так, вот такая помада. Смотрите, такая упаковка красивая. Вот такой цвет. Розовенький такой, да? Ну, может, он и не передает? Не знаю. Может, оно темнее на самом деле? Ну, вот тут что-то вам видно, да? Такая вот помада. О, боже! Не растягиваем фильмы. Не растягиваем. Так, друзья, ну, я же не бьюти-блогер, поэтому так. Уже извиняйте, как есть. А, вот мы положим в эту коробочку, как оно мне пришло, да? Дальше, дорогие друзья. Вот такой... Это же самые марки Коллистар. Я выкупила какой-то что-то тут, какой-то агрегат. Вот тоже. Какой-то массажный там с какими-то насадками. Крем там внутри. Тоже этой марки. Тоже был по скидкам. Он стоил 60 с копейком, что-то. И мне выпало счастье его купить за 38, что ли. Что-то в этом роде. Ну, ладно. Открою уже эту коробку вам, да? Так. Вот такая, Соник называется. Вот такая там какая-то модная система. Уже с массажами там. Перпели перфеттэн соло и нуну минуту. Написано «Прекрасная кожа» прямо за одну минуту. Похожа я на бьюти-блогер. Дорогие друзья. Ну, мне не вести бьюти-блог – это однозначно. Потому что какой-то фильм я смотрела, и вы знаете, что? Там все эти новые слова «Хайландер», «Хайлэндер». Ау, Светлана. Ну, не пользуюсь этими «Хайландерами», «Хайлэндерами». У меня только тушь, карандаш и помада. Все. Все мои «Хайлэндеры». Я, если честно, ну, вот из-за того, что у меня это витилиго, пятна вот эти, да, на руке, я еще, у меня есть тональный крем и пудра. Вот это вся моя косметика. Ну, теньки еще у меня есть, да? Поэтому «Хайлэндеров» никаких я не покупала от роду. Вы понимаете, что? И даже не знаю, что это такое, если честно. Во, позор. В Италии живу, да? Так, дорогие друзья. О, такая модная коробка. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Сейчас покажу вам. О, такая вот коробка, друзья. Это аппарат, я так понимаю, массажный какой-то. Туда наносишь, наверное, крем на эту штуку. И какие-то делаешь движения, по всей видимости, по массажным линиям. Так, крем «Мусс Детерджейнт». А, в общем, здесь тоже косметику снимает один. И второй крем. Так, что тут второй крем? А, это для жирной кожи. Да. О, такой мне надо, да. Видите как? Потому что кожа у меня такая, она вообще-то уже превратилась такая местами жирная. Раньше была у меня просто жирная кожа, а сейчас скажешь старую. Вот, видите, смотрите. Коль листар. Сы-бо-кули-бранты. То есть... Делает... Забыла слово по-русски. Эквилибри... Ну, то есть, в общем, помогает жирной коже. Ее эквилибрируют. Эквилибрируют. Так, все, дорогие друзья. С косметикой, а нет, не все. Вот такую бандуру эту. Потом вам расскажу, помолодела, похорошела. А то, что там все время пишут этим блогерам. Ой, ты такая страшная. И накрашенная, и не накрашенная. И морда красная. И синяки, и надутости, и это. Вы знаете что, дорогие друзья? Я знаю, что... Такие проблемы у меня есть. Естественно, и считаю, что, ну, может быть, человек сам разберется. Я никогда такие комментарии никому не писала. И даже постеснялась бы даже и говорить. И даже очень, даже близким людям. Что у тебя там мешки, синяки, там надутости, выпуклости и так далее. Вы знаете что? Я думаю, что каждый человек видит свои проблемы. И, может быть, он даже борется с ними, решает. А, может быть, не борется. Может быть, ему так и так нормально. Вы знаете, что в личную жизнь и в какие-то вопросы личные, я считаю, это некорректно вообще входить, делать какие-то замечания. Может, подсказать что-то в какой-то такой вот форме корректной. Это да. Это, конечно. Я не против. Ну, а вот так вот писать там, ой, ты мэмра, ой, ты толстая, ой, там еще. Но мне так такое, конечно, не пишут. Вот один был какой-то комментарий, когда я только открыла канал. Но я так думаю, что товарищ был под шофе. Или, может быть, обколотый. Я его удалила, этот комментарий. Так, дорогие друзья. Дальше показываю. Вот посылка еще. О, видите, коробка. Так. Вот такой вот виши Акватермали Минерализанты. Акватермали. Это вот, наверное, когда брызгаешь на лицо, вот такая Акватермали. Вот сейчас мы ее брызнем. Акватермали Минерализанты. Рика Депикуни. А, это вот эта виши марка. В общем, она там богатая какими-то минералами. И, в общем, там уже сразу, как побрызгаешь, сразу на 5 лет помолодеешь. Ну, я шучу, дорогие друзья. Ну, купила, потому что, ну, захотела мне такую Акватермали себе закупить. Вот и купила ее. Дальше. Дорогие друзья, вот подобрались мы к этой покупке серьезной. Вот то, что я вам говорила у меня, вот с выпадением волос, эти проблемы, да? Вот они виши. Конечно, я не рекламирую. Я просто рассказываю то, что я уже испробовала. У меня после беременности второй очень выпадали волосы. Я пользовалась и кремами, и бальзамами, и втирала, и что я только не делала. Пила, таблетки. И вот этот раз я тоже пью. Вы знаете, что? Вот этот препарат Аминексил называется. Видите, как Аминексил. Это единственный препарат, который меня спас. Вот именно раньше. И спасал. Я его не один раз покупала. Но я вот что-то жалела в последнее время купить за 50 евро вот этот препарат. И меня что-то жаба так душила. И я покупала какие-то там за 20, за 15, опять за 20. Лучше бы я все-таки один, наверное, вот этот купила. И опять его проделал этот курс. Так. Самое интересное, что в Италии на косметические вообще средства все, да, не ставят срок годности. Вы понимаете, нигде на этой коробке не написано, когда было выпущено, до какого года. Вы знаете, что я даже уже узнавала, что это за такое. Я хочу знать, когда был выпущен продукт и до какого срока хранения. Тут это все не пропечатывается. И поэтому иногда косметические средства непонятно, где они валялись, в каком амбаре они стояли, потом попали на полку. Вот это меня бесит, раздражает в итальянской вообще косметической вообще истории, что они не ставят дату выпуска. На медицинские препараты ставят дату выпуска и до какого срока хранения, естественно. А на косметические вообще продукты, ну это вообще какой-то кошмар. У нас написано, шампунь выпущен тогда-то, тушь выпущена тогда-то, помада. Ну это какой-то кошмар, вы знаете что. И поэтому здесь, я думаю, нужно быть осторожным с вот этими делами всеми. Видно, какой-то код стоит, и его нужно просто уметь читать. Но он настолько зашифрован, только именно специалисты, которые связаны с косметикой, его могут разгадать, эту загадку, знаете что. А так вот простому человеку это вообще и не понять, когда, что и как. Ладно, заговорила вам тут зубки, как всегда, да? Так, дальше. Вот это в подарок такая штука положена такая. Ель вот такой, да? Баня дочь, ель для душа, деликат. С какой-то там шёлком, витаминами Е. Институту дерматологику итальяна, какой-то институт дерматологический. Ну это вот это вот, я это купила, средства эти в аптеке. И, значит, они ложат такие вот подарки на определённую сумму, когда берёшь. Так, вот это вот для практологии вот это вот дело. Вы знаете, что у кого проблемы с геморроем, вот такое вот средство. Эта проблема, к сожалению, у меня есть тоже. Я так открыто говорю, но блогеры, они не должны стесняться, поэтому я вот набралась смелости вам сказать. Буду пробовать этот продукт дермовитамина. Значит, тут нет кортизона, и, значит, он сделан на препаратах таких вот более натуральных каких-то, да? Ну не буду вам уже читать, это вам такое не надо. Так, дальше, дорогие друзья, пришла мне посылка. Ребёнку я уже начала подкупать какие-то вещи. У нас школа начинается 17 сентября. Но я уже начинаю подкупать просто, чтобы потом не было такого оврала, куда-то ехать, что-то вообще где-то искать. Так, показываю, что я купила для донатика. Вот сегодня, кстати, тоже посылка пришла. Так, вот такие вот кеды. О, не кеды, а такие кроссовки. Значит, в школе они вот должны занести спортивную обувь, и там оставляют на целый год. Я вот купила ему такие за 10 евро. Ну, такое, знаете, простецкое. Ничего такого. Но мне понравилось, что здесь очень мало. Они не такие уже надутые, гамфятые, как это сказать, надутые. Знаете, такие тяжёлые, толстые бывают. А эти тоненькие такие кроссовочки. Ну и вот это. Вот это вот оно, лёгенькое такое, вы знаете, что. И, значит, ему на какой-то момент хватит. Оставим это в школе. Заплатила очень мало за эти кроссовки. 10 евро заплатила только. Поэтому подумала, что оставить вот такая коробка. Оставить в школе, ну, конечно, это вещи китайские, это однозначно пишут код итальянский. Made in Italy. Ну, прямо смешно. Поверили. Так, и вторую пару вот таких вот ботиночек. Дорогие друзья, фильм, наверное, затянется опять. Боже мой, надо быстрее. Ну, ладно, уже заканчиваю. Так, где она тут открывается? Мои боги. Так, вторую пару ботинок. Вот такие ботинки. Смотрите, замшевые они. Вот такие вот замшевые. Это вот если, например, церковь там одеть. Такие вот у нее курточка такая. Ой, кстати, это какой-то, ну, надо подчистить будет их. Они вот, видно, где-то какое-то пульверо такое. Когда, ну, производят где-то что-то такое. Это все чистая жена. Тиранута только. Вот смотрите, вот такие вот ботинки. Такая пара ботинок, куда-то модных будет. Он в этих ботинках будет щеголять на какие-то мероприятия пойдет. Замш. Здесь внутри тоже кожа внутри. Видите, как эта марка. И легенькие, легенькие. Вы знаете, что? Пойдет. Очень дешевая цена была. Они по скидке были. 20 евро заплатила. Поэтому, о, уже лицо отходит уже вроде. Уже было красное. Сейчас уже тружки легче. Как меня эти осы бабахнули, ну? Пошла, хотела эти, разбирать свои палки в помидорах. Уже помидоры все отошли. Позасыхало тут за три недели, пока мы были в отпуске. Естественно. И сына не было. Поливать некому было. В Испании он был. Один раз только приехал, полил. Когда мы были в горах. Поэтому все засохло. Только начала выдирать все палки с помидор. Не видела, что там гнездо было осиное. Как-то они такое свили, ну? И как бабахнуло? Ой, я подумала, что это такие жучки какие-то. А это это. Ой, дальше, дорогие друзья. Я уже заговорилась опять. Так, вот такие две пары штанов. Это вот в этой посылке было, да? Так. Черные и серые вот такие. С паспорту. Вот такие штаны у нас, паспорту, да? Они мне обошлись в восемь с половиной пары. Семнадцать евро. Семнадцать евро. Вот марка ОВС. Ну, я это все на сайте покупала. Это все с ботинками вот сегодня пришло. Такие спортивные штаны. Ну, обычные такие. Вы знаете, что ж, со штанами у мальчиков всегда какие-то проблемы тут. Вот такие, ну, эти утепленные получились. Потому что самое плохое по интернету покупать, не знаешь, как они вообще сделаны внутри. Вот здесь они-то с утеплением таким. Ну, естественно, они ему пойдут. Эти тяжеловатые. Это более на такую холодную осень, зиму. Зиму. И смотрите, вот так они сделаны. С карманами. Это марка ГАП. Вот эта вот марка. Ну, вот такие у нас посылки получились, дорогие друзья. Да, дошла до такой семьи, что я же штаны малому заказываю по интернету. Ну, выйду когда-нибудь в магазин тоже выйду. Не было у меня времени. Я предпочитаю больше как-то по интернету это делать. Чтобы у меня оно было. И я уже буду счастлива и такая прекрасна. Так, дорогие друзья, боже мой, затянуло время. Пардон. Я извиняюсь, что я так долго вам тут что-то показывала, рассказывала. Прошу просто прощения. Прощаюсь со всеми. Всем всего доброго. Заходите ко мне на канал. Стучите по трубам. Я всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. На проводе была, как всегда, реальная Италия. Пока-пока, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.